Все это есть благодаря героическим защитникам Герцена, бойцам 50-й стрелковой дивизии. На окраине поселка расположен некрополь советских воинов, братская могила 12 военнослужащих Красной Армии. Недавно памятник обелиск был полностью отреставрирован. И, в общем-то, главврач при управлении делами президента в санатории имени Герцена решил вот снести этот световой памятник погибших защитников советских, демонтировать. Вот сложно ли в это поверить? Мне было сложно в это поверить. И, чтобы не быть голословным, я покажу вам этот документ. Здесь много надо читать. Ну, я... Самое главное, да, строки. Произвести демонтаж памятников надгробий металлического граждения ступени выпуска площадок захоронения с последующим вывозом строительного... То есть, полностью демонтаж подписи Полюшкин, главврач. Так? Так. Ага. Чтобы было понятно, да? Чтобы я не сочинял, потому что я, на самом деле, не хотел об этом снимать. Но происходит беспредел. Вот этот Полюшкин, главврач. Он... Ну, мне кажется, если сейчас выявится то, что он здесь деньги ворует на госфодных закупках, то, что он забор поставил, его вряд ли посадят, потому что, судя по вот этим бумагам, ну, вот эти бумаги может прям предоставить в суд, и его положат в больницу. Его не посадят. Его будут лечить. Он может прям реально вот говорить, что я больной. Это так, вам лайфхак, гражданин СВ Полюшкин. Я вас не знаю, конечно, не видел. Дальше. Что хочу сказать. Вот этот главврач Полюшкин, чел приехал, как я понял, он приехал с Питера откуда-то. Приехал с Петербурга. Здесь ему дали должность. И, естественно, у него отношение, какое может быть к этой местности? Он здесь не жил, ничего не знает. Он поставил здесь заборы. Он изуродовал здесь природу. И до того дошло его безумие, что он решил снести то, что сейчас страна, чем дорожит. На чем основывается патриотизм. Вот хочу вот обратиться я, может быть, через это видео, к людям, которые могут разобраться в этой ситуации строжайшим образом. Я бы, конечно, к губернатору мог бы обратиться, к Воробьеву, к его окружению, может быть. Но вы поймите, что сидят люди неадекватные. Я просто хочу, чтобы люди увидели. Разберитесь, пожалуйста, с этим человеком и со всем его окружением. Я не думаю, что президент России, раз это уже управление делами президента, он это все одобряет. И думаю, что сам президент, Владимир Владимирович, наверное, до него это видео не дойдет. Но вот такое происходит. Происходит санаторий имени Герцена. Вопрос. А зачем главврач поувольнял всех опытных специалистов с 30-летним стажем? Я их лично знаю. Это уважаемые люди, врачи, которые вынуждены были искать себе рабочие места в других учреждениях. Для чего этот человек их поувольнял? Чтобы позвать сюда молодых специалистов за более дешевую зарплату. Но эти специалисты сюда ехать не хотят. Потому что жить им здесь негде. Человек пришел сюда просто развалить, уничтожить, обезобразить. До того дошло, что бойцов, бойцов Красной Армии хотят просто демонтировать и куда-то вывезти непонятно куда. Это же просто беспредел какой-то. Кому власть, кому власть дана здесь? Это управление, представители. Я-то знаю, что говорят там, вот Путин. Вы думаете, Путин знает об этом, что происходит здесь? Вот я беру риск на себя. Мне не страшно рассказывать об этом. Я считаю, что это моя страна. Я хочу, чтобы она развивалась нормально. И чтобы здесь были люди. Сидели нормальные люди на должностях. Тот самый забор. Два года назад был забор поставлен там. Сетчатый, маленький, небольшой. Но этого оказалось мало. То есть мало денег своровали. Надо еще своровать. Еще своровали денег. Молодцы, ребята. Высота, расстояние и место, оно вообще по закону здесь не проходит. Если сейчас это все сносить, еще будут средства из бюджета взяты, чтобы его сносить. Вот зимой был установлен забор. Я не знаю, сколько длина, но я думаю, что более двух километров длина этого забора. Эта территория была общедоступной. Сейчас ее огородили. То есть я человек, живущий здесь, всегда мог пройти туда и наслаждаться природой. Сейчас здесь все закрыто. То есть войти я не могу. Работает, кстати. Что будут мне говорить? Добрый день. А пройти могу я сюда? Я сейчас выйду. Да. Вы охранник, да, я так полагаю? Короче, сюда никого не пускаете, да? Сюда никого не пускаете? Территория находится под охраной. Под охраной. Почему? Ну, вы просто... Управление делами президента. Управление делами президента. А почему раньше, вот в течение 30 лет, пока страна существовала, сюда можно было проходить, а теперь нельзя? Это же тоже было управление. Давайте вопрос о управлении делами президента. То есть президенту? Здорово. И его управление. Понятно. Ладно. Ладно, спасибо. Вот. Вот такая тема. То есть если ты хочешь сюда попасть, тебя сюда не пускают. Вот как это выглядит на карте. В санатории имени Герцена красным отмечен забор. Точнее, та территория, куда теперь нету доступа. Зеленая точка, условно, это середина набережной. Теперь вот люди вынуждены делать такой огромный клюк длиной в нескольких километров. Или же с другой стороны обходить, чтобы попасть на набережную. Раньше был прямой проход, теперь этого нету. Так, это я вот пришел от ура, шел-шел вдоль забора. Пришел сюда, перелез сюда, чтобы пройти к реке. Чтобы пройти к реке, вот мне приходится сейчас делать вот такой вот маршрут. И очень странным образом, очень странным образом, забор почему-то здесь ограждает тоже. То есть здесь центр абилитации, там оздоровительный комплекс. Не могу понять, почему вот это все отделяется отдельным забором. Зачем? Если уже это одна территория управления делами. Но почему-то здесь забор идет даже. Вот нахрена здесь нужен забор, который спускается к реке. Они еще здесь сделали. Вот здесь уже кто-то протоптал там тропинку, я так понял. Люди вдоль забора вот этого. Вы посмотрите, какие деньги отмыли. Сколько этот забор может стоить, как вы думаете, да? Сейчас дойдем до речки. Там будет вообще кошмар. Вот начинается другой. Вот этот самый забор крови, наверное, да? Вы смотрите, ну это же просто пипец. Это надо было додуматься, оградить. То есть раньше была природа, а теперь заборы. Вот такое время мы живем. Искусство, как говорится, принадлежит народу, да? И до каких пор вот будут вот эти вот гайки народу закручивать? До каких пор это все будет? Вот уродоваться, вот это все делается. Ну для чего сделали? Для чего вот этот забор сделали? Ну госзакупки. Это золотая жила воровства Российской Федерации. Вот вам еще один, пожалуйста, пример. Сколько тут высота? Я не знаю. Тут, наверное, 4 метра. Вот по закону могут строиться заборы такой высотой, во-первых. Во-вторых, уродующие природную зону, да, так сказать, здесь действительно красивые места. И получается, вот этот сосновый лес, который здесь был, теперь просто тут загородили. Стоит вот это уродство. Насколько я знаю, там вроде по закону должно быть расстояние от реки до забора. То ли 25 метров, но 25 метров здесь точно нету. Да и 18 метров здесь нет. Сейчас тем более вот отреставрировали замок. Это памяти культуры, который принадлежал, да? Принадлежит, вроде как сказать, народу должен принадлежать. А теперь он огорожен. Люди теперь не могут видеть усадьбу Щербатовых 19 века, который там расположен. Она теперь находится за высоким забором. То есть люди обычные, они не могут теперь просто ходить и наслаждаться. Никогда там много народу не было. Никто там не ходил так прям толпами. Раньше стояли лавочки, да, там молодежь сидела. Три года назад их убрали, эти лавочки. То есть там вообще никаких непосиделок не было, ничего. Но оказалось этого мало. А вот за этим забором там наверху усадьба Щербатовых. Красивое такое место, памятник культуры, на котором было отмыто очень много средств. Украдены миллионы из бюджета. Потому что до... Сейчас вот Полюшкин здесь, не знаю как его зовут. Вот Полюшкин, да, главврач. До него был другой там роман. В общем, пока восстанавливали замок, вот когда передавали новому врачу, обнаруживались, новому главврачу, обнаружилось, что большие средства украдены. Ну, естественно, докопаться не смогли уже. Потому что люди все грамотно подмяли. Но лично сам видел в бумаге, что стоят, допустим, по бумагам столы в замке стоят из дуба, а по факту столы из Икеи, из ДСП. И вот такими приемами были украдены огромные средства. Это при предыдущем хозяине. Пришел новый хозяин. Если предыдущий хозяин был местный, да, главврач Романов, но он хотя бы был местный и понимал, да, значимость вот этого объекта и природу вот эту всю сохранял, то пришел новый, извините меня, полудок. По-другому я никак его назвать не могу. Потому что нормальный человек бы, он бы такого не сотворил бы. Поэтому у нас страна, вот знаете, как говорят, говорят, дураки и дороги. Сейчас у нас новая уже поговорка идет дураки и заборы. Вот, я думаю, что так. Потому что стало модно, видно, делать заборы. Врать не буду, какова его стоимость, но я думаю, что это не дешево, учитывая, что госзакупки это золотая жила, и там втридорога всегда ценник установлен, да, что если лист на рынке этот стоит там 2000 рублей, то там он будет стоить 1008 все может стоить по бумагам. И если захочет кто-то подняться туда, он и сейчас поднимется. Вот если мне надо туда проникнуть, я сейчас вот там вот под подкоп сделаю и туда проползую. И таких вот дырок здесь полно. Поэтому очевидно, что цель установки этого забора это просто крадение средств из государственного бюджета. Сейчас, допустим, если этот забор сносить, если сейчас вот писать, какие-то там собирать бумаги, если сейчас это все сносить, то это еще будет, еще будут средства из бюджета взяты, чтобы его сносить. Вы представляете, насколько вот, насколько дебилизм в нашей стране, он процветает. Что, вот больше некуда было потратить средства, да? Ведь много есть вот нужных каких-то, ну, где требуются средства, вот в этом поселке, да, куда можно было потратить эти средства. Я звонил местной тут активистке и депутату местному, Кононовой. И она вот сказала, что вроде там написали они куда-то заявление, но дело так и не сдвинулось, потому что она одна, она работает, как говорится, там сама на себя, ничего, никаких средств я не получаю, и одна вытянуть она не может все это. Она вроде пытается, но нужны все равно люди, которые могут помочь юридически как-то все это вот с этим бороться. Поэтому, если вам не безразлично, то давайте как-то объединяться. Ну что, если мы сейчас весим руки, ну сейчас они там и дальше забор где-нибудь еще поставят. Вы понимаете, что если, ну, если мы холопы, да, холоп, холоп, то он так и будет ходить. Мы живем вроде в стране, где есть законы, и законы они все-таки для всех одинаковы. Если здесь закон нарушен, а он нарушен, закон, то почему мы должны сидеть и молчать, почему мы должны, не должны что-то предпринимать. Два года назад был забор поставлен там, сетчатый, маленький, небольшой, но этого оказалось мало, то есть мало денег своровали, надо еще своровать, еще своровали денег. Молодцы, ребята. Вот здесь сделали тропу здоровья, да, казалось бы, прекрасная та тропа, которая идет длиною, там она 30 километров, и вот здесь вот забор рядышком установили. Так вот, спрашивается, вот как вот вообще в нашей стране, если вот такое делают, как люди вот остаются безнаказанными? То есть это просто, ну, без передела творится, вот все хочу, твое творю. То есть, а что такое? Вот в моем понимании, это измена родине. Ну, я не знаю, если человек сидит главврач, у него уже все равно, это должность как бы чиновничья должна быть. Почему в нашей стране не принимаются законы о том, что любой чиновник, да, севший там на какую-то должность, и если идет какое-то воровство, то это измена родине. А измена родине, это должна была быть приравнена, должна быть приравнена к высшей мере наказания. Ну, по крайней мере, я считаю, что это воровство у народа, это деньги, которые могли бы быть посланы там на лечение каким-то детям, которые имеют серьезные болезни, там, на операции могли бы быть пущены, или вообще обновление каких-то больниц, может быть, может быть на СВО, я не знаю, куда угодно. Но находятся вот люди, которые делают какие-то непонятные вообще заказы, добиваются каких-то непонятных вот выделения средств. Вот в такой стране мы и живем, к сожалению. Мне, в принципе, все равно. Да, кто там как зарабатывает, ничего, где, это их дело, пускай там это на их совести будет. Но то, что вот уродуется, природа, природа сама изуродована, и то, что просто взяли людям, забрали людей. Вот я здесь живу, я всегда радовался тому, что я могу спокойно ходить в этом красивом месте, возле замка. внутрь даже, помню, в 90-х годах мы внутрь заходили, там в этом замке был бар, мы там мороженое ели. А сейчас это теперь для кого-то там, ну, для кого? Для особо избранных, для элиты, может быть. Может быть, это в этом цель является, я не знаю, сделать этот забор, чтобы только элита была там находилась. потому что есть холопы, да, а есть князья. Может быть, так надо мыслить, я не знаю. То есть, как еще по-другому об этом думать? что-то нечего. Я знаю, что-то нечего. 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 вот вот тут уже пошел новый другой забор ну ладно этот еще могу согласиться сделали вот новый хотя до этого стоял вполне нормальный забор который еще могу простоять еще 30 лет наверное здесь был нормальный забор но почему-то вот не понравилось надо другой поставить то есть ну мало денег нас побольше отмыть давайте здесь поменяем деньги девать некуда давайте здесь поменяем забор еще кроме того как отмывать денег цели больше здесь я не вижу установки этих заборов вот так и получается что мы живем нам диктует кто-то правило да ведь это даже диктует то не сама власть закона есть они для всех одинаковы но просто есть самоуправцы которые вот так вот берут на себя какие-то действия а народ считает что это все законное что бороться с этим вот как мне сейчас бывший следователь или действующий не знаю он сказал что не с теми ты борешься имея ввиду как будто я хочу против президента дайте там или еще чего-то но есть понимаете управление делами президента есть люди которые в нем работают эти же люди крадут из средств средства из этого управления делами президента я не думаю что сам тот же президент против того чтобы народ брал какую-то власть свои руки там и контролировал до этого и создан созданы всякие доброделы органы всякие до управления в которые можно обращаться писать жалобы требовать а если мы его так вот сидим на у дорога раздолбана естественно и никто не будет делать поэтому создан добродел какой-то да куда пишутся заявления ну вот по поводу этого забора я думаю тут одним доброделом не отделаешься тут надо писать и собирать подписи с людей собрать подписи обратиться в одну во вторую в третью дни станцию одновременно чтобы со всех сторон сразу их начали щучить и не к естественно не но управление делами президента писать и не самого президента и не самому президента она людей которые работают там вот на главврача и так далее так далее то есть так чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию нам всем как бы стараются грот затыкать мы там никуда не писали не жаловались но если вам на работе не даю не выдают форму которая положена нормальную да или дают какую-то дешевую форму по бумагам там дорогая идет то почему ты не имеешь право ты боишься что тебя уволят да вот так и ходишь вот так то мы и будем ходить тогда холопы и князья будут а царь царь вот этих князей может на кол посадить если надо по факту но мы это считаем что мы уж боимся что князь нам полбу даст и уволит а этот князь точно так же работает точно так же работает у президента да у кого у царя имеется ввиду что у него такие же права и обязанности как у нас мы все винтики в одной системе поэтому если мы будем так вот сидеть ничего и меняться не будет так и будем ходить и будут дураки и забора